На Беларусь 4 программа «Де-факто» мы подводим итоги недели, вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Шесть лет с конфискацией, четыре года домашней химии. В Гомеле огласили приговор по делу о коррупции на Рогачевском МКК. Дешево, но опасно. Взрыв газового баллона в Гомеле. Поврежден автомобиль, разрушены гаражи. В Рогачевском районе браконьер обстрелял рейдовую группу. Следственный комитет выясняет подробности. Незаконный оборот оружия на Гомельщине. Какие экземпляры попадаются экспертам? Репортаж Алексея Немкевича. А также все о правилах хранения пистолетов и ружей. Правовая сторона вопроса в комментарии эксперта. Начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. Пытался привезти в страну марихуану и амфетамин. В пункте пропуска Александровка сотрудники Гомельской таможни задержали белоруса, который попробовал переместить через границу около 80 граммов наркотика. В багаже у мужчины инспекторы нашли несколько пакетиков с растительной массой и целлофановый мешочек с порошкообразным веществом весом в 65 граммов. Беларусь задержан. Возбуждено уголовное дело. Патруль ДПС выявил очередного похитителя солярки. В Петриковском районе на автодороге Петриков-Копцевичи инспекторы остановили для проверки автомобиль Ситроен и обнаружили в салоне 60 литров дизельного топлива. Водитель признался, что слил его с рабочего бульдозера. В Центр оперативного управления МЧС поступило сообщение о пожаре на складе предприятия «Промдревсервис», расположенном в деревне Уза Гомельского района. За прошедшие полгода это уже второе возгорание на территории компании. Она занимается изготовлением различной продукции из древесины. Открытым пламенем горела кровля склада готовой продукции. Пожар удалось ликвидировать в течение 40 минут. Огнем уничтожена крыша на площади в 700 квадратных метров. Готовая продукция и пиломатериалы. В Гомельском районе из-за небезопасной езды на своей машине перевернулся водитель автомобиля Toyota Avensis. Это произошло на участке автодороги недалеко от деревни Шарпиловка. Из-за неправильно выбранной скорости водитель потерял управление, выехал за пределы проезжей части на обочину и опрокинулся. В результате происшествия мужчина был госпитализирован. В Гомеле в одном из гаражных кооперативов на улице Интендантской в результате утечки газа из автомобильного газового баллона произошел взрыв. Повреждены стены гаража и соседних строений. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Суд вынес приговор по очередному громкому коррупционному делу. На скамье подсудимых оказались топ-менеджеры Рогачевского МКК и представители одной из столичных фирм. Согласно материалам дела, минчанин поставлял моющее средство комбинату, однако там с фирмой рассчитывались не своевременно. Помочь уладить вопрос вызвался заместитель директора молочноконсервного комбината. За свои услуги он запросил 5% от суммы перевода. По информации обвинения, состоялось около 10 встреч с передачей денег. Обвиняемому было передано свыше 11 тысяч рублей. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы, а представители фирмы, которые все это время находились под подпиской о невыезде, дали 4 года домашней химии. Жуткая драма разыгралась в Ельском районе. Местный житель убил родителей и пытался покончить с собой. Как сообщили в Следственном комитете, инцидент произошел накануне утром. В агрогородке Зоошире 33-летний сельчанин нанес несколько ударов ножом своему 58-летнему отцу и 59-летней матери, после чего умышленно порезал себя. Отец кончался на месте, мать в больнице. Нападавший в бессознательном состоянии был госпитализирован. Пришла беда, откуда не ждали. В Новобелеце в одной из новостроек произошел пожар в ванной. По информации МЧС, загорела стиральная машинка. В этот момент в квартире находилась хозяйка с дочкой 2017 года рождения. Женщина оказалась не робкого десятка. Она передала ребенка соседям, а сама вернулась и принялась тушить горящую бытовую технику. Дорожно-транспортное происшествие с участием 9-летнего мальчика произошло в Новобелецком районе на улице Ильича. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, где на него и наехал автомобиль. После падения мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, различные ссадины и ушибы. В ГАИ сообщают о вине автомобилиста. На площади Ленина в областном центре на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Форд» сбил пенсионерку. Женщина попала в нейрохирургическое отделение Гомельской больницы. Охота пуще неволи, писал российский классик. Иногда желание добыть зверя настолько велико, что люди идут поверх запретов и не боятся малоприятных последствий. С открытием сезона охоты на копытных животных и пушного зверя в Гомельской области произошел рост количества чрезвычайных происшествий. Во-первых, активизировались браконьеры. Во-вторых, не все стреляли в зверей. Подробности в сюжете наших корреспондентов. В Гомельском районе милиция задержала жителя областного центра, который устроил охоту на пушного зверя в деревне Коровышень. Выйдя из леса, мужчина пошел по огороду, стреляя из ружья в сторону домов. Одна из пуль пролетела мимо местной жительницы, попав в стену гаража, находящегося на подворье. Охотник, напугавший до смерти сельчанку, был задержан. Выяснилось, что у мужчины была открыта соответствующая путевка. Однако охотился он почему-то в непосредственной близости от населенного пункта. В отношении гомельчана наначен административный процесс по статье 17.2 Кодекса об административных понарушениях Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде штрафа, конфискацию оружия и лишение специального права за стрельбу из огнестрельного оружия в населенном пункте или месте, не предназначенном для стрельбы. В Ельском районе во время загонной охоты был ранен пенсионер. Зверя гнали из глубины леса на заранее выставленную цепочку охотников, находившихся в засаде. В момент, когда загнанная косуля пробегала между тремя охотниками, один из них не выдержал и пальнул из ружья. Кортечь вместо копытного попала в товарища, жители деревни Стодоличи, Лильческого района. С огнестрельным ранением обеих ног и открытым переломом лодыжки, голени, 84-летний мужчина был доставлен в больницу. Все эти несчастные случаи имеют быть место в первую очередь там, где сам охотник, принимающий участие в охоте, нарушает элементарные требования. То есть сходит с номера, бежит куда-то там за раненым зверем, под ранком и так далее. То, что вообще быть в принципе в охоте не должно. Непосредственно перед охотой, при заполнении документов, мы проводим инструктаж каждого охотника под роспись. Значит, кроме всего прочего, мы одеваем охотников специализированную одежду, которая видна на большом расстоянии, как загонщиков, так и непосредственно самих охотников. А в Рогачевском районе охотник вообще обстрелял рейдовую группу. Неожиданная встреча посреди ночи не сулила браконьеру ничего хорошего. И вероятнее всего, чтобы уйти от преследования, он выстрелил в сторону проверяющих. Побег не удался. У браконьера обнаружили тепловизор, подствольный фонарь, навигатор, запрещенные пулевые патроны и три куницы. При этом у него была открыта путевка на пушнину. Однако задержали мужчину на территории другого района. Умышленно он стрелял в сторону проверяющих или случайно выяснит следствие. В связи с этим хочется напомнить всем охотникам о том, что запрещается производить стрельбу в направлении неясно видимой цели, на шум, на шорох запрещается осуществлять охоту и даже находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии ближе 200 метров от крайнего строения населенных пунктов. Направлять оружие в сторону людей, домашних животных, транспортных средств, построек. Без учета статистики ноября, только за 10 месяцев текущего года инспекциями охраны животного и растительного мира Гомельской области выявлено 84 нарушения правил ведения охотничьего хозяйства и охоты. В том числе 4 за нарушение правил безопасности. Изъято 85 единиц огнестрельного оружия. Помимо нарушений правил охоты, снова наслухует тема незаконного хранения оружия. Поводом послужил случай в столичном регионе. Там в начале осени у местного жителя был обнаружен завидный боевой арсенал. Как это связано с нашей областью в материале Алексея Немкевича. Выбор, как в супермаркете. Пулеметы, автоматы, винтовки, гранаты и взрывные устройства. Все это было найдено в начале сентября в доме и гараже жителя городского поселка Городея Минской области. За пару дней до этого в агрогородке Красное Гомельского района при проверке его машины оперативники обнаружили чинингованный калашников с глушителем, пистолеты и сотни патронов различного калибра. Сейчас следователям предстоит выяснить, откуда этот внушительный арсенал. К слову, такой объем оружия для нашей страны редкость. Чаще всего в поле зрения правоохранителей попадают так называемые черные копатели. Более 70 лет прошло с окончания самой кровавой войны в истории человечества. И несмотря на то, что уже давно не свистят пули и не разрываются снаряды, события тех дней напоминают о себе. Неразорвавшиеся мины и склады боеприпасов иногда находятся буквально под ногами. Найденное, по идее, никто себе не может присвоить. Однако нередко с мест боев находки плавно перетекают в дома и квартиры. Потом оружие всплывает у коллекционеров, а иногда и стреляет. Можно сказать, что в настоящее время большая часть изъятого из незаконного оборота оружия относится к оружию времен Великой Отечественной войны, которое находят во время несанкционированных раскопок. Как пример, можно привести жителя одного из районов, который из различных частей различного оружия, обнаруженного во время раскопок, сконструировал самодельный обрез, пригодный для стрельбы. Изъятую самоделку по достоинству оценили эксперты-баллисты. Фактически она состояла из подручных материалов. Например, для капсуля патрона использовалась спичечная серая фольга. Самодельный карабин был изготовлен самодельным способом с использованием ствола, фрагмента даже ствола от винтовки Мосина, калибра 7,62 мм. Ствол был обрезан, к нему были присоединены другие детали, которые были изготовлены как из фрагментов профилированной трубы, так и просто отдельно металлических каких-то элементов с возможностью дальнейшего сборки и производства выстрела. А вот еще одно изделие очередного умельца. Экземпляр, по мнению специалистов, весьма необычный. На экспертизу поступил полностью самодельного производства револьвер, который имеет своеобразную конструкцию. К стволу револьвера прикреплен клинок ножа складной. Револьвер полностью снаряжен самодельными патронами, которые также изготовлены самодельным способом с использованием элементов патронов заводского изготовления. Капсюлей живело, гильз от автоматных патронов, пороховых зарядов и пуль. Отмечу, что желание обладать чем-то стреляющим нередко выливается и вовсе уж в уникальные экземпляры. Например, в этом ролике показана базука, стреляющая шарами от боулинга, а также мини-пушка и винтовка из кубиков лего. Но большинство обладателей нелегальных стволов идут по другому, более простому пути. Газовое или охлощенное оружие нередко переделывают в огнестрельное. Для этого меняется ствол. После этого обычный человек будет не в состоянии определить, какой перед ним пистолет. Такие переделки не только внешне, но и по своим характеристикам неотличимы от боевых. А это значит, что за хранение измененного оружия придется отвечать. В целом, за 10 месяцев с начала года из незаконного оборота милиция вывела почти 350 единиц оружия. Из них около 150 незарегистрированного. Показательно и статистика добровольной сдачи – 201 единица. Алексей Немкевич и Евгений Макеенко специально для программы «Дефакто». Сегодня все оружие, которое попадает в милицию, в основном не криминального происхождения. Годы, когда огнестрелка поступала в результате задержания преступных группировок, прошла. Основная масса незарегистрированного оружия – это охотничьи ружья, экземпляры времен Великой Отечественной войны, которые находят черные копатели и патроны. Нарушениями часто грешат браконьеры, реже любители коллекционера. Однако это скорее исключение из правил. Так какое оружие сегодня можно хранить дома и кому это разрешено? Об этом поговорим со старшим инспектором по разрешительной работе Управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского обл. сполкома Вячеславом Заулочным. Вячеслав Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Какова на сегодняшний день статистика незаконного оборота оружия в Гомельской области и в Беларуси в целом? За 2018 год сотрудниками органов внутренних дел области из незаконного оборота изъято 349 единиц незарегистрированного оружия. Более 5,5 тысяч боеприпасов. К уголовной ответственности по статье 295 незаконное действие в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ привлечено 67 граждан. К административной ответственности по статьям за нарушение оборота гражданского оружия привлечено 345 граждан. Скажите, сегодня купить где-то на черном рынке данное оружие представляется возможным? Либо за этой ситуацией внимательно следят правоохранители? Да, действительно. За этой ситуацией внимательно следят правоохранительные органы. Приобрести оружие на черном рынке невозможно. Черного рынка как такового не существует. Бывают единичные случаи продажи незарегистрированного гладкоствольного оружия, но я повторяю, это единичные случаи. Ответственность за такую реализацию может привести на скамью подсудимых и сроки до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Скажите, пожалуйста, а какова ответственность за незаконное хранение данного оружия? За незаконное хранение незарегистрированного оружия предусмотрено две статьи Административного кодекса Республики Беларусь и Уголовного кодекса Республики Беларусь. Остановимся на Административном кодексе статьи 2371 Незаконные действия в отношении охотничьего гладкоствольного оружия что влечет наказание в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин с конфискацией незарегистрированного оружия. И статья 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь незаконные действия в отношении огнестрельного оружия боеприпасов, взрывчатых веществ как я уже ранее говорил санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Когда люди хранят дома незарегистрированное оружие то это, как правило, небезопасное хранение чем может быть какие последствия могут иметь данные действия? Действительно, люди хранящие дома незарегистрированное оружие хранят его без соблюдения правил хранения оружия. Это оружие может спокойно попасть в оборот то есть его могут найти лица не имеющие специального разрешения в частности несовершеннолетние лица, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения и данные лица могут с этим оружием в руках угрожать жизни, здоровью граждан. Вячеслав Леонидович, давайте поговорим о том какое оружие сегодня разрешено носить и хранить гражданским людям. В Республике Беларусь на сегодняшний момент по своим техническим характеристикам оружие подразделяется на три вида это боевое оружие, служебное оружие и гражданское оружие боевое и служебное оружие гражданам Республики Беларусь хранить запрещено разрешено владение только гражданским оружием гражданское оружие в свою очередь тоже подразделяется на такие категории, как оружие самообороны охотничье оружие и спортивное оружие К оружию самообороны у нас относятся газовые пистолеты, револьверы, электрошоковые устройства и механические распылители, альеризольные и другие устройства. В простонародье газовые баллончики. К спортивному оружию относятся огнестрельное оружие с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное оружие, метательное оружие, холодное оружие, пневматическое оружие с дульной энергией свыше 3 джоулей, но не более 25 джоулей. К охотничьему оружию относятся огнестрельное оружие с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное оружие, метательное оружие, комбинированное оружие, пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 джоулей, но не более 25 джоулей, холодное оружие и сигнальное оружие. Кому разрешено владеть данным видом оружия? На территории Республики Беларусь владение оружием разрешено лицам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, достигшим 18-летнего возраста, не имеющих медицинских противопоказаний на право владения оружием, не имеющим судимость за совершение умышленных преступлений, а также иных преступлений, связанных с применением либо использованием оружия, преступления, совершивших в состоянии алкогольного опьянения, также отбывающие наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы за совершение преступлений по неосторожности, также за административные правонарушения, предусмотренные статьями 9.1, умышленное причинение телесного повреждения, 17.1, мелкое хулиганство, 17.2, стрельба в населенном пункте либо в месте, не предназначенном для стрельбы, 18.16, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии вызванного употребления наркотических веществ, либо передача управления такому лицу, либо отказ в установленном порядке от освидетельствования на факт состояния алкогольного опьянения, либо на состояние употребления наркотических веществ. А также повторно в течение года после наложения административного взыскания за распитие слабоалкогольных напитков пива в общественном месте, а также появление в общественном месте, либо на работе в состоянии алкогольного опьянения. Если человек уже, скажем, наделен правом ношения оружия, но допустил эти правонарушения, оно будет изъято? Оружие, да, выносится. Мы аннулируем разрешение и изымаем оружие. Хорошо. Какие процедуры нужно пройти, чтобы получить право на ношение огнестрельного оружия? Ну, прежде всего, граждане, которые хотят приобрести во владение гражданское оружие, должны обратиться в органы внутренних дел по месту жительства, к инспектору по разрешительной работе. При себе необходимо иметь такие документы, как паспорт, либо документ, удостоверяющий личность, заявление, в котором гражданин указывает, какой вид, тип оружия он будет приобретать, для каких целей. Две фотографии, три на четыре. И оплата, однобазовая величина, в данный момент, которая составляет 24 рубля 50 копеек. Если граждане приобретают охотничье оружие, должны еще предоставляться государству достарение на право охоты, которое выдается лесохозяйственными учреждениями Республики Беларусь. Если на приобретение спортивного оружия, то членский билет спортивной организации по пулевой стрельбе, в котором гражданин занимается и состоит как член общества более пяти лет. Если человек решил приобрести оружие в целях самообороны, то нужно ли ему указывать причину в заявлении? Нет, абсолютно не нужно. Причина не указывается. Просто пишется заявление, хочу приобрести оружие для самообороны. На сегодняшний день можно ли сдать добровольно незарегистрированное оружие, если такое имеется дома у человека? Да, можно сдать незарегистрированное оружие в органы внутренних дел. И при этом избежать уголовной ответственности? Уголовной и административной ответственности. У нас предусмотрено кодексом об административных правонарушениях и уголовным кодексом Республики Беларусь. Ролица, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, освобождаются от административной и уголовной ответственности. За исключением случаев сбыта. Если у нас запрещено хранение незарегистрированного оружия, то в принципе оно же выявляется, то откуда оно берется у людей? Как показывает практика, данное оружие приобреталось гражданами еще в далекое советское время. До того времени, когда это оружие стало становиться на учет, в частности охотничьи, до 1978 года. Также чернокопатели в местах проведения боев времен Великой Отечественной войны выкапывают огнестрельное оружие, восстанавливают его. Вячеслав Леонидович, большое вам спасибо за конструктивный диалог. Спасибо и вам, что пригласили. Телезрителям напомню, в студии программы «Де-факто» вместе со старшим инспектором по разрешительной работе управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гомельского обл. исполкома Вячеславом Заулочным мы обсуждали правила хранения огнестрельного оружия. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Самые интересные факты мобильных репортеров со всего мира. Дважды избежал смерти. Это про китайского скутериста, который поехал на красный и чудом остался жив. Сначала он угодил под колеса одного грузовика, а затем другого. Ну и в первом и во втором случае отделался лишь парой царапин. Невероятно везучий мужчина. Надо отдать должное. И водителям они сделали все, чтобы избежать печального финала. Если вам плохо, знайте, что кому-то может быть еще хуже. Эти потоки мусора и грязи – ничто иное, как канализационные воды, вышедшие на поверхность из-за обильных дождей в Гаити. Центральная улица превратилась в кошмар. Местных разбудил не только шум, но и, сами понимаете, особенный запах. Кадры впечатляющей погони из Канады. Пикап на большой скорости уходил от преследования автомобиля полиции. Злоумышленник угнал машину и не желал сдаваться копам. В итоге ему случайно перегородили дорогу две легковушки. Он дал вправо, на обочине лихача занесло и через всю трассу откинуло на разделительную полосу. Чудом избежал смерти. Но зачем-то вышел из машины с пистолетом. Полицейские открыли огонь на поражение и обезвредили угонщика. Авария на Гран-при «Формулы-3» в китайской провинции Макао. 17-летняя гонщица врезалась на огромной скорости в отбойник. После того, как наскочила на другую машину, словно на трамплин. Ее болид взлетел и буквально впечатался в стену. Пилот София Флёрш из Германии осталась жива. Но, по словам врачей, получила перелом позвоночника. Сейчас выясняется серьезность травмы. Флёрш и единственная девушка на стартовой решетке «Формулы-3». Нынешний сезон стал для нее дебютным. А во Флориде местный житель решил заехать в ресторан на машине. Когда клиенты находились у кассы, он неожиданно пробил своим авто входную дверь. Обломки зацепили одну из женщин, но обошлось без серьезных повреждений. Все остальные посетители отделались легким испугом. Водителя обвинили в безрассудном вождении. Благородное спасение благородного животного. В Сибири из реки Баргузин местные вытащили красного оленя, который провалился под лед и взывал о помощи. Для этого спасателям пришлось бензопилой прорезать узкую полынью. На берегу замерзшего оленя стали растирать, но потом решили увезти в город и отогреть в тепле. Кормили салом и водкой, утверждают местные ветеринары из Улан-Удэ. После такого рациона олень смог поправиться, а когда окреп, его отпустили обратно в лес. Зверь ушел с благодарностью. «Подтолкнул» – это про автомобилиста из Китая, который решил передать ускорение велорикше. То ли не заметил мужчину, то ли специально захотел велосипедиста проучить. После удара тот свалился с седла прямо в свой прицепчик и заехал в нем на тротуар. А этот китаец просто чудом уцелел в ДТП. От его машины ничего не осталось. Да и то, что он сидит за рулем авто, понимаешь, не сразу. Обломки легковушки напоминают какой-то странный агрегат. Справа и сзади от водителя ничего, только его сиденье, руль, часть крыши и капот. Мужчине зажало ногу, но он остался жив и дождался помощи медиков. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова